здравствуйте татьяна нахожусь сша по джейман сомневаюсь а джейман видимо у него ворк интеллекта сомневаюсь в выборе способа остаться тут перейти на f1 работая жить поучиться и далее политика а чё далее и сразу на политику чё тут ну хорошо брак либо же наоборот сразу брать политику слэш брак для брака есть надежный человек мы с ним хоть мы с ним и одного пола бывает что одного пола надежный какой из вариантов наиболее вероятно оправдает себя во первых самый идеальный вариант это конечно брак самый быстрый вариант для иммиграции получения грин карту брак должен быть неэффективным естественно это будет проверяться каким образом это проверяется да мы сейчас даже не говорим об интервью когда там спрашивают что вы позавчера купили в магазине и с какой стороны там спит ваш партнер пусть даже если вы одного пола вот естественно должны жить вместе знать какие-то вещи но прежде надо показывать документы например как-то страховки жизни друг на друга совместные банковские счета какие-то я здесь медицинского какого-то свидетельствования там нету что вот о способах так сказать нет нету просто до до момента интервью когда подаются документы да после заключения брака идешь также в сити холл про который мы уже говорили да как бы выбираешь время назначаешь там церемонию регистрацию да там брака брак зарегистрировали получили свидетельство о браке можно уже как бы подавать документы да в иммиграционную си аэс иммиграционная служба в аджастментов статус да и дальше там на грин карту но взять же с этими документами прикладывается доказательство правдивости вашего брака опять же там приезжали ли родственники например были ли на свадьбе с обеих сторон общий адрес обязательно да сколько времени вы совместно проживаете например когда имеешь сотовый телефон да тебе постоянно например там приходит аль там банковский счет есть адрес если например у вас сейчас на данный момент адрес совместный до проживания еще даже до заключения брака люди обычно же сначала живут вместе потом женится не бывает же тогда сейчас уже в наше время поженились а потом стали жить вместе поэтому как бы если эти вещи все есть а потом общий банковский что кто-то из вас двоих должен же как бы распонсировать 2 кто-то должен иметь какой-то доход да так как вы например вот этот молодой человек когда-нибудь закончится статус его g1 он же не имеет права работать а значит тот другой работает поэтому чем больше таких документов доказательной базы можно собрать тем лучше как бы быстрее пройдет процесс получения грин карты остальные варианты смена статуса на f1 не гарантированные процедуры просто во времени растягивается это дай бог если еще растянется во времени потому что могут и отказать еще в смене статуса тоже 50 на 50 политическое убежище то же самое это ты просто ну как легально остаешься в стране но статус тоже когда получишь и когда будет интервью будет она успешно тоже неизвестно поэтому если есть партнер я бы выбрала брак тут ребята вот на днях приходили и подали на политику но в лос-анджелесе им т recommendations там 4 года ждать как вот поэтому szivo четыре года не трогали шибала себя работа с родителями случилось никто не может поехать их родственники меня я могу сказать примерно порядка наверно но 60 процентов людей моих клиентов которые получили туристические визы и приехали сюда подали на поличку и 60 не 70 процентов потом обращаться ко мне чтобы привесить своих родственников вы привести родственников еще не получив некоторые не получив некоторые уже Подав документы на политику, так и сейчас это долгая тема, я не всех знаю, кто получил, кто не получил. Их запрос состоит в том, я здесь по политике, подал на политику, нельзя ли сделать турвизу кому-то из родственников? Да, да, да. Я вам говорю, 60% из 100, скажем, да? Подождите, ну а и? Ну и половине не дают, естественно, половина не привезет. То есть они в курсе? Ну я всех предупреждаю заранее даже. Ну некоторые в курсе, некоторые нет. Консул в курсе, что родственник уехал и попросил политику? Ну, когда в курсе, когда нет. То есть у них есть какой-то доступ? Ну конечно, доступ есть. То есть если человек подал на политику, они что, об этом консул знают? Да, сведения подаются. Ну как же, у них же есть база данных. А-а-а, то есть вот даже так. Да, поэтому родственники не получат, поэтому вот вы говорите, да, там, два парня, нам не важно, 4 года. Это просто эти молодые люди совсем не задумываются, опять же, правильно, о родителях, может быть, или о родственниках. А ситуации в жизни бывают разные, поэтому об этом же тоже надо думать. И вот всем, кто думает о политике, заранее говорю. И думайте тоже о родственниках, пожалуйста. Потому что потом обращаетесь, а потом уже поздно что-либо сделать, понимаете? Не можем привезти дедушку, бабушку, маму, папу. Понимаешь, они думают о хорошем. Да, но даже взрослые люди, понимаете, об этом не думают. А потом начинаем вот это вот, тратить деньги, эмоции, папы, мамы плачут, все в скайпе, понимаете? Жены, вот, кстати, сейчас еще хочу оговориться. Обращаясь ко всем женщинам, к семьям. И в некоторых семьях мужья уезжают первые, и идут на политическое убежище. У меня сейчас три случая, я знаю, когда уехали мужья первой, жены их отправили, скажем так, разрешили. Мужья остались, и сейчас дошло дело до развода. Это настолько общее место, и настолько типично. Я знаю полно случаев, когда женщина уезжала, оставляя детей на мужа. Ну, бывает, женщина пробивная, а мужик такой домашний. И то же самое. Ну, вот просто я хочу обратиться. Просто разлука по факту. Да, к семьям, кто рассматривает такие варианты, я не знаю. С одной стороны, это, наверное, может быть и хорошо, а в итоге-то для кого-то получилось, что, например, муж уехал и развелся, а жена потом как-то устроилась по-другому. Есть такие варианты. А есть другие варианты. Просто, опять же, уезжайте вместе. Не надо, ну, так чисто совет женский. Женский мой совет. Потом, понимаешь, еще история. Было время, когда это все решалось быстро. Сейчас такая очередь длинная стала, что уже прямо не знаешь чего. У нас тут женщина одна есть, оставила ребенка маме, бабушке. Поехала прорываться, значит, с мужем развелась. Приехала, и ребенок там, не знаю, лет 10. И бабушка ребенку там говорит, мама тебя бросила. Ну да. Значит, ты уже никогда ее не увидишь. А они в скайпе все время там общаются, и ребенок плачет. То есть, в общем, такой дурдом. Ну, то есть, в итоге кончилось все хорошо, но я к чему говорю, что и так бывает. Ну да, ну тут надо думать просто, да, немного заранее. Пока есть возможности заранее какие-то предпринять шаги, прикрыть телы какие-то. Да, то лучше заранее. Вопрос такой, действительно ли намного важнее то, как ты будешь вести себя при общении с консулом, чем история поездок в другие страны. О как. История поездок в другие страны очень важна. Ну, естественно, как ты будешь вести себя с консулом тоже важно. То есть, как бы нельзя сказать, что что-то такое, как сказать, достаточно. Ну, если, например, нет поездок. Они попа необходимы, но недостаточно. Нет, ну если нет поездок в паспорте, как бы ты себя с консулом не вела, то это никак не поможет. А вот так даже? То есть, это четко отказ? Сейчас это, да, четкий отказ. А вот политическая напряженность между, скажем, Российской Федерацией, США, или там Российской Федерацией, Великобританией, это как-то сказывается на визовых делах? Ну, я думаю, что да, сказывается. Если было потепление, как вот 2007, 2006, 2008 год, 2009 до 2010, наверное, года, было очень легко и с чистыми паспортами получать визы. И я сама получала чистый паспорт. То есть, все-таки есть, есть... Да, сейчас... Ну, я думаю, это связано даже не с этим, может быть, не с политической обстановкой, а в связи с тем, что увеличивается количество выезжающих, опять же, статистика остающихся. Мне кажется, это больше в этом причина. Ой, вопрос Татьяне. В будущем планируем приехать с женой по турвизе. За плечами нет опыта выезда за границу. Сейчас делаем загранпаспорта и слышали, что для одобрения американской туристической визы нужен опыт поезда в другие страны, чтобы показать, что мы путешественники, чтобы не вызвать сомнений в посольстве, в намерении мигрировать. Какая вероятность получения туристической визы в США в пустом первом загранпаспорте? Ну, мы только что обсуждали. Да, ответили. Да. Не вызовет ли это настороженность? Вызовет. Если посещение других стран является важным для подачи визы в США, какие бы страны вы посоветовали посетить, чтобы это увеличивало шансы? Вот есть ли страны, которые лучше влияют на шансы? Ну, вот, я уже говорила, что таких стран нет, но, например, если человек выезжает в Европу, в Евросоюз, то он посетил, например, одну Германию, а можно сказать, что он был в Германии и Франции. Никто не знает. Да, потому что внутри шенгена передвижение без отметок. Вот только в этом плане. Но, естественно, не на два дня. Попелло, попелло как-то. Да, да, да. Не на два дня, естественно, как некоторые переезжают, например, из Питера в Финляндию или куда они там едут, а из Украины едут все в Польшу. Естественно, они не на автобусе на два дня, понимаете, и потом уже не напишут, что он был в пяти странах. Хотя бы на семь дней поехать. Понятно. Чтобы оценить, оставаться или нет. Ну, да, да. Бытует мнение, что надо посетить страны ЕС или максимально удаленные страны от России или ограничиться странами бывшего Советского Союза. Я думаю, бывшего Советского Союза вряд ли, там, если только Латвия, Литва, Эстония, не знаю. Да, да. Опять же, туда виза дается. Я думаю, существенно, вот что это должны быть страны, где относительно легко известно, что легко дают статус беженцев. Вот так же, как, допустим, Германия, известно своим либеральностью. Великобритания, по-моему, тоже достаточно либеральная, не знаю. И, если возможно, сопутствующий вопрос. Что влияет на одобрение получения туристической визы в США в посольстве? Что влияет? Потому что в последнее время слышно о большом количестве отказов. Вот я тоже слышал. Благодарю, с уважением. Ну, поездки обязательно. Например, опять же, зависит от того, в каком регионе проживают люди. Если есть, например, одна-две поездки в Европу, то можно пробовать получать американскую визу спокойно. Если есть поездка, например, в Турцию. Ну, сейчас уже в Турцию, наверное, не поедешь. Египет, Европа тоже, пожалуй, можно в Азию поехать. Не обязательно даже ЕС страны или какие-то визовые страны. Это может быть, я не знаю, там, Вьетнам, Таиланд, например. Даже такие страны, если есть история путешествий. Я даже вот слышал шутку на днях, что Путин обошел Моисея. Потому что Моисей свой народ вывел только из Египта, а Путин и из Египта, и из Турции. В Турции сейчас опасно, поэтому туда, конечно, надо ехать. Хотя вроде восстановилось сообщение, да? Да, значит, теперь. Здравствуйте, Татьяна. У меня такой вопрос по визе ОУ. Это для одаренных, там, какие-то там способности выдающиеся. Лучшие из лучших своих чиновников. Да. Именно. Хотелось бы узнать, как спортивные тренеры из России в США делают визу ОУ, не обладая какими-либо выдающимися достижениями, только подготовка спортсменов на российском уровне. И вообще, возможно ли это, и что для этого надо? Поменяется ли статус супруга или супруги при получении одному из них визы ОУ? Если да, то будет право на работу у супруги или супруга или нет. И как можно выехать самостоятельно из России спортсмену на соревнования в США, кроме визы Б1? Я думаю, что соревнования там им оформляют же. Ну, соревнования, понятно, там оформляется командно, во-первых. Это совсем, это не сам человек идет и говорит, я еду соревноваться. Да. Это совсем другая процедура. Да. С визой ОУ нужен спонсор, точно так же работодатель. Если это тренер из России, его приглашают в Америку, конечно, то должен выступать какая-то компания, которая его приглашает. То есть я не могу сказать, я вот выдающийся, дайте мне, а то потом разберусь. Нет, но это можно, если вы выдающийся, какой-то там суперизвестный, тогда вы можете. Здесь я понимаю, у человека достижений каких-либо нет, он хочет работать тренером в США. Соответственно, ему нужен спонсор, компания, которая его берет на работу тренером. Я бы сказал так, что он, может быть, готовил спортсменов на российском уровне. Но если, допустим, эти спортсмены уровня мастеров или заслуженных мастеров, или чемпионов чего-нибудь, я думаю, это уже серьезные достижения. Да, если у него есть какие-то, там, это должно быть общепризнанное, там, уровень должен быть определенный, выше среднего. Ну да, кроме того, существенно, насколько это признается выше среднего американскими организациями, которые... Ну да, международно, ну спортивные, они все международные, у них свои контакты, да. Ну, ему лучше обратиться, думаю, к юристу, потому что я в этих нюансах не очень сильна. Да, Татьяна занимается вот больше туристическим. Ну, студенческие, да, стажировочные. По таким визам, общую информацию мы сказали, я думаю, что это не очень ему случай, наверное. Полезна ли виза в арабские имена? Можно Александру Александру приехать, который спортсмен. А, нет, Александру. Ему я бы, может быть, порекомендовала приехать, например, на учебу сюда, в Америку даже. Так. И будучи так же тренером, вот он может приехать даже, например, поучиться в какой-нибудь колледже. Если у них какие-то профессиональные спортивные заслуги, здесь могут брать и давать даже стипендию, и на учебу. А, наверное, и под J1 можно, если там стажироваться. Да, да, да. Ну, в смысле, он должен приехать, я бы рекомендовала, приехать и на месте посмотреть, походить по всяким этим колледжам, университетам, попредлагать себя, есть ли какие-то варианты, и от этого уже отталкиваться и дальше двигаться. Я бы рекомендовала так. То есть, может быть, это просто рабочая виза, а не виза О обязательно? Да, это может быть и рабочая виза. Просто ему бы на месте это было бы более понятно, если бы он походил. Уже есть профессиональный клуб, правильно? Он мог бы пойти, вступить в какие-то клубы. А очень здесь развито при университетах, и он бы мог поступить туда, учиться. Арабские Эмираты, виза полезная? Наряду с шенгенскими, или как? Ну, опять же, чем больше поездок, тем лучше. Ну, скажем, по ценности. Только в одно место. Эмираты равноценны Европе или нет? Шенгену? Я так даже не знаю, как можно ответить на этот вопрос. Ну, поездка хорошо, пусть едет, если туда надо. Здравствуйте. Живу в Украине, 28. Получила три отказа. Каждый раз стандартная форма ответа со статьей 214-Б, согласно которой время доказательств отсутствия миграционных намерений возлагается на всех, кто обращается за немиграционными визами. То есть, на меня. Но есть один интересный момент. Каждый раз меня спрашивают, только цель визита, и была ли в других странах. Первый раз, первый отказ был тогда, когда у меня паспорт был чистый. Второй, третий, когда уже была шенген-виза. Сейчас я опять отдыхал в Европе, в Испании, думаю, подавать еще раз, так как хочу побывать в Калифорнию. Я замужем, есть ребенок 4 года, частный предприниматель, денег зарабатывает достаточно. Есть трехкомнатная квартира, записанная на мужа, но приобретена в браке. Машина. Налицо сильные связи с Родиной. Но каждый раз спрашивают, только цель визита. И была ли в других странах. В аппликейшене можно указать только доход и род занятий. Получается, ни об одной связи с Родиной офицер не знает. Я для него всего лишь молодая, красивая, красивая аппликантка. Какая же замужем? Ну, красивая. Глаз-то радоваться может. Которая может не вернуться домой. И попытаться выскочить замуж за американца. Ну, шо ж так, замужем, да. Как мне показать свои связи с Родиной на интервью? Если согласно статье 214-б, время доказательства отсутствия веграционных намерений возлагается на меня. Не. Могу ли я сама показать аппетеру все связи с Родиной? Если он меня спрашивает, совсем другой вопрос. Или как лучше сделать? У меня один единственный вопрос. Почему эта барышня, красивая барышня, подает на визу одна. Без мужа и без ребенка. Поэтому ей отказ. А это точно? Он же говорит, получил отказ три раза. Каждый раз стандартная форма. Время ложится на меня. Я так понимаю, поняла из ее текста, что она подавала на визу одна, без ребенка и без мужа. Слушай, у меня другая логика. Я не знаю, я бы так сказал так. Если она едет у ребенка, мы с мужем, так она гораздо скорее останется. Нет, наоборот. Логика такая, она может ехать на заработок. Она оставила свою семью. Должна идти с мужем и с ребенком, должен быть хороший доход у мужа у нее, совместные выезды за границу всей семьей, спокойно получат свои туристические визы. Для людей, которые хотят смыться, самая главная проблема, что они не могут всей семьей уехать. Визы должны получать совместно. Выезжать потом можно частями, опять же, до полугода, когда первую ехала. Получать визу визу. То есть для консула гораздо меньше риска в том, что семья пришла, чем пришла одна красивая... Согласитесь, вы бы отпустили красивую молодую жену одну в Америку. Но ситуация глупая. Так же и муж один едет с женатом. Так я же ее чего... Это она так туда-сюда. Не-не-не, ну так нельзя. Разве муж отпустит? Нет, конечно. Это уже подозрительно. Какой муж, я не знаю. Ладно, так. Какой муж, у нас игруша. Да. При въезде в США семья из двух взрослых может провести только 10к вопросов. 10к. По-моему, на каждого, да? Да. То есть 20 тысяч могут. Да. Или по 10 на двоих. То есть всего можно 20. Виза туристическая в Лос-Анджелес. Да, 20. Ребята, когда вы въезжаете в США, всегда спрашивают вопрос, сколько наличных вы везете? Это означает кэш. Вы слышали слово кэш. Если вы везете с собой 20 тысяч долларов, вас могут остановить и отправить на вторичный досмотр. Вторичный досмотр в отдельной комнате означает... Я извиняюсь, за что? Потому что много наличных. А наличные не везут с собой люди-туристы, приезжающие на краткосрочную остановку в Америку. 5 тысяч долларов считается уже большой суммой. Это уже подозрительно для офицера. Если вы озвучите, что вы везете с собой 20 тысяч долларов, А, вместо кэш. То есть, если бы я вообще на карточку не положил, да, или что? Да, да. Наличными. Только наличными. Сейчас мы рассматриваем. Только кэш. Поэтому я говорю, не везите с собой наличные. А если везете, то не говорите, что вы везете. Хотя бы так. Все, понял. У меня вопрос. Был в США поджибан. Через полгода не вернулся. А на территории США сменил на турвизу B1. Все это время работал там. Работал там. Через 8 дней после окончания турвизы Перешел в статус нелегала. Меня арестовала иммиграционная полиция. Бывает. Так она должна была бы остальных тоже арестовать. Просто на всех не хватает полиции. По решению суда я выбрал добровольный выезд. Волонтери-депарчо. Купил билет за свои деньги и улетел. Это было 6 лет назад. Скажите, есть ли у меня шанс еще получить визу? Если да, то через какое время? Есть ли какие-то записи о том, что я нарушил в посольстве? Конечно, записи эти есть. Естественно. И когда заполняется анкета, все это прописывается. Когда ты был в США? Сколько времени ты был в США? Поэтому я думаю, что 6 лет, конечно, срок недостаточный. Должно, наверное, пройти. У адвоката надо спрашивать 10 лет, может, 15 лет. И то, я думаю, что визу, скорее всего, не дадут. Пробовать можно. Я думаю, если будет, опять же, очень сильная прочная связь со своей Родиной. Думаю, что вряд ли. Вообще, я бы сказал, что он немножко так по-разгильдяйски отнесся. То есть он просрочил визу. А зачем? Ну, хорошо, он просрочил визу, допустим, подал на политику. Я могу понять, у него есть какое-то будущее, в развитии есть. А если он просто просрочил визу, так что же у него теперь есть? Ничего. Ну, вот результат. Ну, да. Приезжает из Москвы в Л.А. Кинорежиссер, продюсер для совместной постановки кинопроекта. Большая часть съемок в США. Актеры голливудские, бюджет миллионы долларов. То есть со своими ресурсами. Он нанимает на работу в США почти всю съемочную группу специалистов. Кладет им зарплату. Ему нужна рабочая виза на время постановки. Это 2-3 года. То есть разрешение на работу ему нужно. Что это за виза? Как ее получать? Сколько она стоит? Важно, что продюсер вкладывает миллионы долларов на территорию Америки. Ну, виза О1. Съемочная группа О2 получит. Пусть обращается с миллионерами с удовольствием. Поработаем. Даже лично можем в Лос-Анджелесе встретить. Да. Виза R-B1-B2 у продюсера есть. Что такое R? Я не знаю. Но R это для религиозных, насколько я знаю. Я думаю, что R-B1-B2 у него виза. Но чтобы работать, нужна специальная виза. Вообще в этих случаях виза О. Это для моделей, актеров, режиссеров, продюсеров. На самом деле тут еще что получается. Если он вкладывает свои деньги, то ему, собственно, зарплата ни от кого не нужна. Он просто тратит свои. Больше того, он может, скажем, в Москве на свой счет переводить деньги. Я думаю, что у него проблема не столько в разрешении на работу, сколько в том, чтобы пару лет находиться на территории. Ну да. Но тут надо разбираться. Опять же, это надо уже с адвокатом иммиграционным выбирать, какой тип виз. Потому что это может быть, если он инвестирует какие-то деньги, это может быть какая-то виза для инвестора. Может быть, H1B, возможно, виза. Или виза, опять же, для режиссеров и для всех этих крупных проектов. Потому что ему же надо еще привезти всю съемочную группу. Наверное. Или он будет только в Америке нанимать. Опять же, если в Америке нанимают, это практически вложение денег. Ну, безусловно, люди снимают кино в Соединенных Штатах, снимают фильмы, приезжая из самых разных стран. Конечно. Поэтому не должно быть проблем там. Конечно. Нет, проблем нет, естественно. Здравствуйте, Татьяна. Мне 50. За границей не был. В собственности квартира, машина. Есть 6 тысяч долларов. Доход 14 тысяч рублей в месяц. Что-то небольшая сумма. Разведен. Пять лет назад. Сыну 24. Какие у меня шансы получить турвизу в США, включая вариант с турпоездкой от турагентства? Ну, шансы были бы неплохие, опять же, если вы бы съездили, Валерий, куда-нибудь за границу. Потому что абсолютно чистый паспорт, если не... Слушай, зарплата небольшая. Ну, это все детали, которые не очень существенны. Самое главное, когда консул открывает паспорт и видит, что человеку 50 лет, например, и у него паспорт получен 10 лет назад, например, и нет нежного выезда за границу, естественно. А вот с точки зрения консула, чем он старше, тем он больше склонен куда-нибудь свалить? Или все-таки это для молодых больше? Больше для молодых. То есть, может быть, возраст сам по себе... Возраст хороший. С ним просто, если даже хотя бы одна поездка у Валерия была бы в паспорте, то шансы, я думаю, очень даже неплохие. Приехав по турвизе, на что можно рассчитывать для легализации в США? То есть, по политике не выйдет, так как не ущемляют. Если бы так все рассуждали, так уже давно бы адвокаты иммиграционные без работы бы сидели. Так, в визе специализации тоже. Не понял. Какие варианты? Английский разговорный на среднем уровне разносторонний человек. Значит, давайте я скажу. Страна для иммиграции закрыта. То есть, общий ответ такой. Может ли человек, которому хотелось жить в США, приехать и жить в США? Ответ нет. Но есть исключения. Исключения бывают брак, приглашение на работу, учеба в США. Там, ну я не знаю, что там еще будет. Ну еще там есть сколько-то. Не так много всего, на самом деле. Поэтому, значит, когда вы спрашиваете, могу ли я приехать там и так далее, вы думаете о том, ну не вы, а может быть адвокат, который с вами работает иммиграционный. Он ищет для вас то исключение, по которому вас можно квалифицировать. Поэтому то, что разносторонний человек не канает, то, что разговорный на среднем уровне, даже если бы вы были, я не знаю, там, с родным английским, тоже ничего не дает. По туристической визе приехал, но есть сколько вариантов, ограниченное количество. Можно продлить статус, опять же, туристический, как тот молодой человек, которого в итоге депортировали, например, на полгода. Можно попробовать винить статус на студенческий, пойти учиться. Но он говорит легализация. Он говорит легализация. Это для дальнейшей легализации. Можно учиться, потом можно пойти работать все-таки, да, при хорошем раскладе. Тоже же неплохо все. Получить специальность местную, не все же непонятно там, не все хотят водителями грузовика. Ну, денежку стоит учиться-то тоже. Да, да, ну, скажем так, рассматриваем. Подрабатывает, учится, например, потом находит хорошую работу, как бы адаптируется в стране, правильно, язык подтягивает и все такое. Это же тоже вариант. И многие по такому пути идут. Может быть, в процессе обучения он встретит женщину, хорошую девушку, и они поженятся, и будет все прекрасно, хорошо, создадут ячейку общества. Ну, и еще один вариант остается, это, ну, и когда по-турвизию сейчас в стране, это политическое убежище. Поэтому вариантов смены статуса на студенческие учебы, нахождение, потенциальная работа, брак, либо, опять же, подача на политику, возможно, брак, когда закрывается дело политики. Он концептуально ищет. Он говорит, по политике я не могу, а что еще есть? Вот он ищет концептуально, что мое, что мое. Вот, пожалуйста, обучение, длительное снахождение, брак, работа. Ничего нового такого нет. Мы все знали, все рассказывали. Никто не скрывает. Татьяна, скажите, что необходимо учесть и сделать для получения турвизы на всю семью? Муж, жена, двое детей, тем, кто планирует уехать по политике. Как обмануть, значит, если хочешь по политике ехать? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Во-первых, это два разных процесса. Первый процесс – это получение визы. Что, например, надо сделать, чтобы увеличить свои шансы для получения визы всей семьей, естественно. Если люди планируют потом подавать на политику, значит, это дело серьезное, правильно? Это же не просто так. Пойду, подам, может дадут, может нет, да и ладно. Ладно. Соответственно, опять же, увеличить свои шансы в плане того, наличие поездок всей семьей, включая детей, опять же, выезды за границу, чтобы ездили отдыхать. Даже это будет, опять же, там, Египет или там, я не знаю, еще что-то. Хороший доход, чтобы у вас, естественно, в семье был. Вот так вот можно увеличить свои шансы. Ну и лучше, естественно, обратиться к кому-то там, кто поможет вам с этим делом, чтобы не завалить интервью и не было отказа визе. Можно ли при прохождении таможенного контроля в аэропорту США как-то повлиять на офицера, чтобы он проставил маленькую дату разрешенного пребывания? Или лучше не стоит и оставить шесть месяцев? Я тебе тоже не понимаю вопроса, зачем маленькая дата пребывания? Я думаю, вот что. Значит, кто-то ему сказал, что нельзя подавать на политику, пока ты находишься в статусе. Это было актуально несколько лет назад. И что нельзя, так же поставил поменьше, тогда можно будет поменьше подать на политику, но сегодня на политику подают без учета вот этого всего, потому что когда вас позовут на интервью, вы уже точно будете вне статуса, поскольку это занимает существенно больше шести месяцев сегодня. Поэтому я думаю, что вопрос из этого происходит. Да, но вообще на границе, естественно, можно что-то, опять же, возишь большую сумму наличных средств, например. Едешь не в тот город, в который был заявлен, хотя это как бы не проверяется, но опять же, например, представьте ситуацию, человек проходит границу, спрашивает, сколько у вас денег. Он говорит, 20 тысяч, а почему 20 тысяч? Что вы собираетесь с ними делать? Человек замолчал, не знает, его отправляют дальше. Дальше начинают уже более конкретно. Поднимают анкету, которая заполнялась, например, потому что база данных общая, там написано, что человек ехал в Нью-Йорк, а он летит в Майами. Начинают спрашивать, почему вы прилетели сюда, а не туда, ну или как там наоборот. А есть ли высоты забронированные? Они могут позвонить в отель, узнать, естественно, ли человек там проживает или нет. Посмотрите, действительный или обратный билет. И поэтому они могут ограничить срок пребывания даже двумя неделями, там, я не знаю, 10 днями, 5 днями, либо отправить обратно. Могу сказать, что один раз у меня был случай, когда мне позвонили из посольства США в Москве. С вопросом о человеке, который нас упоминал. И вот знаю ли я его и правда ли вот то, что он там сказал. У меня был такой случай. Редкий случай бывает. У нас был один случай за всю практику, когда у нас парень подавал на студенческую визу, а он работал в правительстве, департамент сельского хозяйства. У него была справка с работы, подписанная министром. И почему-то, почему-то, да, ну вот обычно министры справки не подписывают, но почему-то они зацепились, и зацепилось министерство сельского хозяйства Америки, которое там, консульство, и они стали звонить этому министру на работу. Единственный за всю практику случай. И министр сказал? Министр сказал, что там министр не стал разговаривать, он начальник отдела, что министр же так просто тоже не дозвонился. А он заявил доход выше, естественно, что у нас платят низкие заработные платы. Доход был указан намного выше. Поэтому они подтвердили, подтвердили, но министр, естественно, отправил документацию, сказал, чтобы они не звонили десять раз над ним. Поэтому ему в визе в итоге отказали, это был один-единственный раз. Друзья, как разнообразен мир. Да, бывает. Так, 15 ноября 2016 года, через там 4 месяца, заканчивается трехлетняя тур визы в США. Можно ли подать на продление в октябре для поездки на Новый год? Или, если вдруг откажут, действующую визу отменят? Расскажите, пожалуйста, все нюансы с продлением тур визы. Были по действующей визе два раза в США, по 2,4 недели, с разницей в два года. В 2009 и 2010 были отказы по тур визе. Эти отказы могут повлиять на продление? Спасибо большое. Татьяна помогла получить визы в 2013 году после двух отказов. Ну, проблем с продлением визы нет. Точно так же заполняется анкета, прилагаются документы, отправляются все в службу по неэксперс. Подать можно в октябре, если виза заканчивается в ноябре, для того, чтобы поехать на Новый год, конечно. Успеют? То есть быстро все? Да, да. Ну, в течение недели они должны получить визу. А, ну, то есть, господи, то есть никто толком не рассматривает просто автоматически шлифов? Ну, они смотрят, конечно, да. А у них вопрос просто был, что они заканчиваются в ноябре, подавать же не будешь в ноябре на декабрь, правильно? Уже как бы сроки поджимают. А в октябре можно, естественно, конечно, раньше. Вопрос. Сколько будет стоить ваша консультация, Татьянина? Для получения турвизы в США из России семьи из четырех человек существуют и скидки. Я к этому вопросу добавил бы. Это то, что называется флетрейт, или это зависит сильно от ситуации? Нет, у нас флетрейт. У нас оформление туристической визы стоит 300 долларов на одного человека. Если это семья из двух взрослых, то это будет 250 долларов на двоих. Соответственно, уже применяется скидка. А если четверо раздевать двое детей? Двое детей, дети до 7 лет оформление бесплатно. Старше 7 лет оформление 50 долларов на ребенка. А, слушайте, по-божески. Ну, весь этот шуток, да. То есть фактически работа в основном с родителями идет. Дети просто бумажку лишние написать. Консультация как таковое. У нас есть консультация, но для туристической визы консультация, видите, как уже разбираешь ситуацию, уже начинаешь работать. Поэтому какие-то вопросы можно ответить? Я оцениваю шансы бесплатно. Человек заполнил анкету, я говорю, да, шансы есть, надо сделать тот, а тот. Либо шансов, извините, нет, езжайте за границу, через год приходите. Например. Вот, поэтому оценка шансов бесплатно. А консультация, пожалуйста. А в скайпе? Вот сейчас, например, очень принято в онлайне консультировать. В этих делах тоже нормально это все? Ну да, но я опять же говорю, как бы на туристическую визу я не даю консультации, потому что они придут у меня, спросят, вот как мы сейчас все сидим и рассказываем, а потом пойдут сами заполнять. Я же не ради этого работаю, правильно, чтобы взять и все человеку рассказать. Поэтому я на туристические визы практически консультации не даю. Я, например, могу дать консультацию по студенческой визе, да, там, какой путь выбрать, какую визу вообще оформить, как это... Когда есть действительно вопрос, а не так, а что мне написать в этом пункте, а как мне указать это и это. Поэтому все зависит от цели. Если действительно какая-то консультация, именно консультация, они... Это стоит 50 долларов за 30 минут. Эти 50 долларов, они войдут в стоимость потом, в тех услуг заминусуются. Все, отлично, отлично. Да, все есть. Хорошо. Вопрос Татьяне. Можно ли уехать в США по студенческой визе F1 в языковую школу, изучить английский язык? Поехать я хочу со своей семьей, жена и дочь, 6 лет. Это богатые, надо знать. Потом, как подтяну английский, хочу пойти дальше, например, в школу Портнова. Возможно ли потом, после окончания школы языковой и школы Портнова, остаться легально жить, работать в США? И в дальнейшем рассчитывать на получение грин-карты. Что-то я не просматриваю такого развития. Если бы это было все так просто... Ой. То да. Мы бы тут не сидели. Есть ли какой-нибудь вариант, кроме политубежища или свадьбы? Огромное спасибо вот нам с вами. Ну, свадьба у вас уже, слава богу, есть, но политическое убежище, никто от вас не забирает возможность такую. А что еще? Понимаете, после нашей школы вам никто ничего не даст. В смысле, визы там или что-то. Поэтому, если бы университет закончили, там у вас были бы какие-то возможности. Поэтому я... Ну да, просто ваша школа с иностранными студентами не может работать. Только с местными. Поэтому вы можете приехать, опять же, приехать с женой и дочерью в языковую школу. Это мама, вероятно, что дадут всем визы. И вам, там, вот этому Сергею, да, там, и Ф1, и жене, и ребенка Ф2. Потому что, опять же, человек едет изучать английский язык. В возрасте уже, понятно, да, там, если ребенок 6 лет, не 20 лет, правильно? Насколько может человек поехать? Он же должен работать. Он же не может поехать, например, на год. Молодой человек. Но на какой же человек не может вырваться из жизни и поехать? Ну, уж он богатый. Ну, если только он очень богатый и хватает денег. Если они предоставят выписку со счета, например, на 50, 60, 70, порядка 100 тысяч долларов, ради бога, можем пробовать, если есть свой бизнес. Если такой ситуации нет, то, естественно, все эти вещи объяснить сложно. Поэтому тут уже, я думаю, получать туристические визы всем. Приезжайте на месте уже пытаться либо политическое, либо идти учиться, менять статус. Из вопроса вообще непонятно, как они жить собираются, на какие шиши. Ну, вот тоже. Может, и подрабатывать на ролях там? Да. Здравствуйте, Михаил Татьяна. У меня такой вопрос. Если человек подавал документы в фирму в США для открытия рабочей визы H1B. Ну, человек не подавал, это на него подавала фирма. Но ему не повезло, он не попал в квоту. Хорошо. Эта информация будет доступна консулу при выдаче следующей визы. Вот это интересно. Если на него компания подавала на H1B, это где-то есть? Я думаю, что нет. Будет ли это служить причиной отказа, например, в туристической визе или стажировочной? То есть, я думаю так, что то, что Татьяна говорит, что, видимо, это не будет мешать, это говорит на самом деле о том, что не было, я тоже никогда не слышал, чтобы это кому-то помешало. То есть, если бы мы слышали, что были конфликты, мы бы знали, но... Нет, ну, во-первых, это немного две разные вещи, опять же. Если человек подавал на H1B, опять же, например, в консульстве в Москве, уже подал на визу, да, там, ну, как комплектующий, а это даже не так. Поэтому, естественно, сведений нет, эта информация нигде у консульства быть не может. Компания подавала это не в иммиграционную службу, значит, это, видимо, в Департментов Лейбор идет. Ну, наверное, да. Да, поэтому это в иммиграцию никак не попадало, если только они там... Вопрос Татьяне. Значит, несколько раз муж успешно проходил собеседование по скайпу на позицию тимлида или руководителя отдела разработки, но каждый раз, когда дело доходило до организационных вопросов, все рушилось, так как у него нету законченного высшего образования, есть только справка о прохождении четырех курсов института. Опыт работы более 11 лет. У нас сложилось впечатление, что без высшего образования никто ему рабочую визу не сделает. Так ли это? Какие могут быть пути в нашем случае? Напомню, предложение от работодателей есть. Ну, мы говорили сегодня, да? Значит, четыре года, четыре курса института у него есть, то есть ему нужно было бы совсем чуть-чуть опыта, а у него уже там 11 лет. То есть он абсолютно... Я сейчас скажу, что происходит. Есть два уровня квалифицирования человека под это дело. Первый уровень, это когда на него подали в департментах выбора, и там ему дали этот вот, под него дали. Второй уровень, это когда компания с ним разговаривает и говорит, что-то не, ну, хорош мужик, но не тянет. То есть ему не отказали на уровне государства, ему отказали на уровне той компании, с которой он разговаривал. Поэтому проблема такая, я так понимаю. Значит, когда находила до уровня вопросов, то все рушилось. Так что я... Никто рабочую визу не сделает. В данном случае я так понимаю, ограничилась на работодателе, а не на государстве, которое сказал, что не хватает квалификации. Квалификации у него, судя по описанию, достаточно. Вопрос его не хотят брать. Его просто не хотят брать начальник, из другой страны, даже без высшего образования. То есть мало того, что из другой культуры, там и все такое, но еще вот, ну, как бы через что. Я не знаю. Что и как отвечать на вопрос консула об участии в лотерее Гринкард? Это сакраментальный вопрос. Это наши скрепы. Значит, действительно. Значит, первое. Первое, они таки да, знают, что мы участвовали, знают. Второе, они таки да, интересуются или им пофигу? Ну, они не интересуются. Особенно те, кто идут на туристические визы, они не интересуются еще, по-моему, никогда. Из моей практики один раз только был вопрос парню, который хотел к вам приехать на стажировку. Его спросили, а он сказал нет. А ему поворачивают экран компьютера, а где фотография его, да. Он говорит, ну как же нет, если это ты. Ну, отказали. Поэтому, если спрашивают, да, если спрашивают, то я всегда говорю, что тут как бы я бы отвечала, я бы, конечно, не говорила, что я не участвую, если ты участвую, потому что глупо отрицать очевидность. Но есть масса посреднических фирм, я не знаю, по крайней мере, были раньше, которые... Да, и сейчас есть. И сейчас есть, которые настолько навязчиво предлагают свои услуги, они звонят по ночам, там, доплатите нам деньги, вы там учите, мы вам дадим бесплатный билет, если вы выиграете. И многие люди просто участвуют, да, попадаясь на эту удочку, не понимая как бы даже вообще всей сути данного вопроса. Поэтому я бы, например, если только вопрос задал... А они за них каждый год шлют? Да-да-да, я бы ответила так, что я участвовала, потому что очень агрессивно, как вы предлагали, была большая реклама, мы не знаем, там, только ничего не поняли, нам предложили чуть ли не бесплатный билет в Америку, чуть ли там не выигрыш, лотари, мы поучаствовали, там, еще, например, там, два года назад, да. А они, видимо, до сих пор за нас заполняют. Вроде как ты не отрицаешь, что ты участвовал, но и не выказываешь сильные такие, как бы, свои иммиграционные наметки. Знаете чего, там в какой-то анкете, в каком-то, в какой-то анкете, где-то там есть какое-то место, я вот помню, там говорят, обращался ли ты когда-нибудь там с иммиграционным чем-то. Ну да, но люди говорят, если я вот участвовал в лотерее, я должен сказать, да или нет? Конечно нет, лотерея это лотерея, это не является. Все, хорошо. Слышал, что консул как-то перекручивает этот вопрос, и в одном случае выходит, что ты ответишь, и все нормально, а в другом выдашь свои иммиграционные намерения. Говорить, что не участвовал вообще, ну, этого никак нельзя. Это они видят. Ну, во-первых, я говорю, эти вопросы не задают. Сейчас, сейчас, сейчас. Или сделать удивленное лицо и сказать, что понять не имеешь, что это такое вообще. Нет, ну, врать нельзя ни в коем случае, опять же. Просто надо нормально ответить, не растеряться, ну и не отрицать. Но вообще-таки вопросы не задают, поэтому думать об этом не надо. Надо думать о другом, как получить визу. Не в этом смысле. Окей. Татьяна, доброго времени суток. Добрый. Хотел поднять обширный вопрос о смене статуса визы J1 Work and Travel. На какой-нибудь другой, позволяющей работать, какие позволяющие работать? Так, действительно. Какие варианты имеются, если исключить вступление в брак и политическое убежище? Заранее спасибо и удачного дня. Ну, я бы сказал, что альтернативой является работать нелегально. Да. А так вот как бы... А так политическое убежище или вступление в брак. Ну, и еще обучение, опять же. Да. Здравствуйте, Татьяна. Планируем с супругом и ребенком. Видите, присутствие Татьяны, на самом деле, такой вектор дает нашим дискуссиям в сторону обучения. Потому что я, например, сам как-то к этому отношусь так... Хотя мы знаем потрясающий случай, замечательный. Тут есть один, как назвать, ну, можно сказать, что блогер. Если пойти там сделать поиск на эмиграцию в США, там самым первым выходит его видео, там 1200 просмотров, которое называется, не раскрывая суть, он говорит, самый простой способ, значит, там, попасть в США. Или там, в общем, легализоваться в США. Вот это видео с парнем, который такой лысоватый. Лысоватый, да, стриженный коротко. И он там объясняет, что самый простой способ, это студенческая виза, потому что потом ты с нее получаешь рабочую. Ну, он получил. Ну, у него получилось. У него получилось, да. И вот, значит, уже проще некуда. Вот, поэтому народ, конечно, идет смотреть. Нет, ну, конечно, это один из самых лучших способов, потому что дают тебе специальность здесь, возможность нормально работать, адаптация, время для адаптации. Никто не говорит, что это плохой способ. Другое дело, что не у всех есть средства, например, на обучение или возможность. Раз. И вероятность того, что это успешно завершится, далеко не стопроцентная. И кроме того, сколько это времени займет, вообще непонятно. Ну, это для одиноких людей хороший вариант, да. Для одиноких с деньгами это есть. И который может, допустим, 5-6 подряд этих лотерей проскакивать мимо, да. Тут не выиграл, тут не выиграл, тут не выиграл. Значит, планируем супругам и ребенкам подать на турбизу в США. Но есть одно обстоятельство. У супруга имеется условная судимость в прошлом. Нарушение авторских прав. Ё-моё. А что это за... Ну, это же не криминал такой, в смысле, не опасно для здоровья там, ничего. На следующий день судимость... На сегодняшний день судимость погашена. То есть её и нет нигде. Штраф выплачен. На днях супруг взял справку из органов, в которой написано, что судимость в прошлом имеется. Зачем он её взял? Не знаю. Как сильно влияет условная судимость в прошлом на получение визы? Он должен был взять справку, что у него нет судимости. Что она погашена. Ну, и все-таки... Можно считать, что судимости нет. Ты об этом можно не указывать. Если судимость погашена, это значит, что судимости нет. Вот сегодня у него судимости нет. И в США то же самое. Когда при найме тебя проверяют, у тебя судимость погашена. Всё. Есть некоторые люди, которые имеют судимость. Если она погашена, даже есть такие случаи, я знаю. Ну, если вы принесёте такую справку о том, что судимость погашена на интервью, если вы укажете в анкете о судимости, то, в принципе, это тоже не будет являться. Они могут взять документы на административную проверку и выдать визу. Но в этом случае, так как судимость была погашена, это просто нарушение авторских прав, правильно? Это даже административное нарушение какое-то, которое я не считаю даже, тем более, условное, административное. Да, я даже не считаю нужным было бы это указывать в анкете. Но полным дураком, чтобы об этом написать. Вторая часть вопроса. С этой стороны, с другой стороны, закрадываются мысли и вовсе не указывать данные факты. Я тоже бы сказал, что совершенно не нужно указывать. Конечно. Так. Здравствуйте, Михаил Татьяна. Спасибо за то, что вы делаете. Так, господи, это же всё вот... Шлите, шлите конфеты. Да, в данный момент, вот цветочки нам прислали. В данный момент я получаю второе высшее образование. Специальность инженер-программист. О, как? Так, окончание обучения, март 17-го года. Хотелось бы поступить в магистратуру, это говорит Татьяна, в университет США, получить разрешение на работу, окончив школу Михаила, пойти работать тестером. С последующей переквалификацией на программиста. Был когда-то, когда я маленький, был такой анекдот, как мужика из дурдом не выпускали, потому что он каждый раз, когда комиссия вопросы задавала, он всегда заканчивал тем, что... А он как раз попал туда за это, что, значит, он купит трусы, вытащит резинку, сделает рогатку и будет стрелять в Воробьёв. И вот история всё время удлинялась от комиссии, от комиссии, но когда вот там... А потом, говорит, куплю трусы, вытащу резинку, и уже вроде совсем отпускать хотели, а вам всё равно. В конце. Да, поэтому и так вот в портнув компьютер-скул. Если уже вы в магистратуре... Баграммист. Да, и вы, то есть вы уже и так программисты, вы ещё в магистратуре... Зачем же тестером? Вам смысла нет, конечно. Вам же рабочая виза ещё нужна. Конечно. Что же вам тестером нет? Так, идти программистой. Нет, нет, ради бога, приходите, мне не жалко, но, в общем-то, это не тот путь. Скажите, пожалуйста, идут... Восемь вопросов. Семь. Семь. Какую визу необходимо открывать? Студенчатку. Конечно, студенчатку. С какой даты можно зачислиться в университет? С момента поступления, если обучение оканчивает 30 марта 2017 года, соответственно, это будет или летний семестр, или осенний семестр. Да, ну там, может, какое-то время нужно, чтобы там переписку, это всё... Да, да. Ну, три месяца, например, и марта, приема, июнь. Можно успеть на летний семестр, если делать всё вот так, как бы нормально, то лучше, конечно, на осенний, но приехать в конец августа, начало сентября. Через какое время можно получить разрешение на работу после зачисления? Ну, практически в течение первого месяца можно получить. Быстренько можно. Если да, найдёшь работу. В каком городе, городах находится университет, с которым вы сотрудничаете? Ну, это здесь рядом, город Сан-Хосе называется. Сколько на данный момент стоит обучение в университете, возможно ли рассрочка? Обучение стоит 36 тысяч, ой, 23 тысячи долларов за два года, оплата по семестрам. Окей. Рассрочка есть. Неплохо, слушай. Если через месяц можно работать, сколько на данный момент стоит, есть? Какие документы нужно подготовить? Ну, мы вряд ли сейчас... Рассрочка со счёта 36 тысяч, 500 долларов обязательно нужно сдать тест ТОИФУ, и делается эвуляция диплома. А, то есть надо иметь как бы полторы стоимости обучения. Ну, иметь на призывание, да, чуть больше. Скажите, на какое время обычно дают визу в США при первом обращении? Предположим, визу дали с сентября, но не получилось улететь в сентябре. В течение какого времени можно будет улететь? Если мы говорим о студенческом виде, то надо по ней въезжать к дате начала обучения, но не раньше 30 дней до даты начала обучения. После, естественно, если что-то случилось, и вы перенесли обучение в связи, там, я не знаю, с проблемами со здоровьем или ещё что-то, то, естественно, университет выдаёт новые документы, и ты едешь как бы по действующей визе. Потому что она даётся на год. Два человека спрашивают. Я из Украины, говорят, тут собираются вводить военное положение. Я, честно говоря, не слыхал. Не слышал. Как это может повлиять на получение турвизы? Ну, я тут не готова тоже сказать, как потому что, если будет введено военное положение, наверное, тогда и консульство работать не будет, я так подозреваю. Потому что как может работать консульство в условиях военного положения? Я думаю, что они, даже если никуда не денутся, то они будут опасаться того, что рванул народ, который хочет именно смыться. Я думаю, что это должно как-то негативно сказаться. Хотя, я бы сказал, живя там на Украине, в Украине, я бы не так сильно боялся военного положения, потому что там визы и так особо не дают. Да, 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 очень сложно. Да. Я студент первого курса колледжа после девятого класса. Значит, после девятого колледжа он пошёл в техникум, он проучился год. По окончании второго курса мне исполняется 18 лет. Мазлтов. Можно ли обратиться в ваше агентство? А это к Татьяне. По оформлению work and travel. Нет, нельзя. На третьем курсе колледжа. Откуда вообще у них берётся work and travel? Ну, это программа для студентов. У них агентство определённое, это квота тоже определённая существует, которое через консульство оформляется у агентства, которое должно быть зарегистрировано. А из техникумов тоже берут? Из техникумов, по-моему, нет. Ну, несмотря какой колледж у него, потому что он третий курс колледжа. Ну, после девятого класса-то? Ну, с 18 лет можно на эту программу, но вообще это университеты, колледжи туда. Если техникум, то они не причисляются. Ну да. Если с дохода не платятся налоги, и в целом он на порядок выше, чем в среднем по профессии, то нужно ли его честно указывать в анкете? Или лучше занизить, чтобы не было подозрений в криминале? Ну, высокий доход никогда не является минусом. А у меня был один клиент, кстати, парень, который живёт в России, по-моему, в Архангельске, что ли, а работает на канадскую фирму, он тоже программист, или он такой начальник отдела даже, и он получает зарплату порядка, там, десяти, скажем, тысяч долларов. И когда мы заполняли анкету, у него доход, в рублях же, оказывается, пятьсот, там, шестьдесят, что ли, тысяч рублей получается. И я ему говорю ещё, у меня не было даже таких бизнесменов, да, как бы с такими доходами, потому что никто не пишет, ну, там, двести-то, триста тысяч, пятьсот, шестьдесят. Я ему говорю, вы пойдёте на интервью тоже консулу, как бы, ну, сразу объясните, что это, как бы, вы на американскую фирму работаете, вот такой там всё. Поэтому я не думаю, что это, как-то, естественно, какой-то криминал. По-моему, это лучше вам будет. Всё, да, всё просто надо объяснить. Криминал обычно деньги не показывает. Да, да, да. Поэтому занижать специально, это, наверное, ну, я не думаю... Потом я хочу сказать, что для криминала сумма небольшая. Да, 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 это точно. Уже за... Ещё мараться-то за такую ерунду. Так. Добрый день. Моя дочь ездила в США два раза. Одиннадцатый и двенадцатый. По украинскому загранпаспорту. По визит Джейман. Ворк-ин-тревел, наверное. Да, да. Высшее образование она получила РФ. На этом основании подала документы для получения российского гражданства в тринадцатом году. В марте четырнадцатого года, ещё до присоединения Крыма, получила официальные документы о принятии в гражданство РФ. Однако паспорт получила на общих основаниях, как и все жители Крыма, после референдума. Официального отказа от украинского гражданства не делала. С августа четырнадцатого живёт и работает в Москве. Сможет ли она получить транзитную визу, Господи, в США по российскому загранпаспорту? Вот точно такой же вопрос был в самом начале. Но, а транзитная эта виза чего? Ну, если она едет в третью какую-то страну через Америку. А что, виза нужна для этого? Да, да. Транзитных виз нет. Так же, как и Канада. Здесь даже нет транзитной зоны. Ни в Канаде, ни в Америке. Поэтому транзитом нельзя получать визу. Так я не понял. Просто нужна обычная виза? Ну, есть транзитная. Если она едет транзитом через Америку, есть транзитная виза. Но это надо точно так же идти в консульство и запрашивать. Если ей просто виза нужна, если она, опять же, гражданка Российской Федерации, и в паспорте не указано же, где, что в Крыму выдан, например, в Москве, например, она идет спокойно и получает. Любую визу подает и получает в Москве. Она, если будет в Киеве, может пойти с украинским, который у нее есть. Да, да, да. Может там или может здесь. Но, естественно, указывать наличие второго гражданства обязательно, потому что до этого она ездила. Положила, да. Но она же ездила из Украины, я так понимаю, правильно? По украинскому загранпаспорту она была уже. Хорошо. Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Какие страны лучше всего посетить, чтобы увеличить шансы? Это был уже вопрос. Какой доход должен быть, чтобы визовые офицеры не возникло лишних вопросов по поводу дохода? Скажем, видимо, снизу ограничение какое должно быть? Ну, я думаю, не менее, ну, самое, наверное, минимум 1050. Если мы в рублях говорим про Российскую Федерацию. Если мы говорим про Украину, ну, не менее, я не знаю, там, 20, наверное, 25 тысяч гривен, потому что меньше, что уже некуда. Окей. Здравствуйте, Татьяна Михаил. У нас с женой такая ситуация. Жена выиграла в ДВ лотерею. На тот момент мы не были расписаны, а расписались после объявления результата. У меня есть действующая турвиза. Могут ли ее аннулировать, если мы не пройдем проверку на предмет фиктивного брака? Тоже я как-то не готова ответить на этот вопрос, но я думаю, что... Отчего ее аннулировать-то? Визу. Нет, аннулировать визу могут, но я не думаю, что ее должны аннулировать. Нет, если они с женой, реально с женой, у них есть фотографии, у них есть... Из реальной брак. Из реальной брак, то я думаю, не должно быть проблем. Проблем никаких не должно быть. Ну что, кажется, что мы... Это самое... Закончим? Сейчас, секундочку, мы сейчас рефреш еще сделаем. Может быть, пока мы разговаривали... Вот этот мужчина 58 минут назад как раз разговаривал. Да, я только чего это... Куда-то делся вопрос, зачем люди ходят к... А, ну вот он первый. А, это топ-коммент. А, вот он говорит. Действительно, пропал. Значит, для чего пользоваться услугами агентства, если в конечном итоге аппликант в посольстве все делает сам? Я думаю, вот что, мы на самом деле, поскольку это в конце вопрос сейчас идет, то мы, я думаю, достаточно хорошо понятно, зачем вот все, что происходило. Я вот хочу сейчас попросить, я более развернуто. Буквально вчера, значит, я разговаривала с одним из своих клиентов, молодой человек находится в Санкт-Петербурге. Он подавал на визу самостоятельно, получил отказ. Потом обратился ко мне. Вот мы попытались, вчера он получил второй отказ. Но у него с первого отказа до второго прошло совсем мало времени. И сейчас после отказа подавать вторично сразу же, ну, очень часто опять отказывают, хотя раньше было гораздо легче. Ну, вот опять же к чему, я с ним, значит, я его готовила к интервью, да, как бы мы там. Он неправильно кое-где запомнил анкету, не смог толком рассказать про свою работу. Как бы у него были стопроцентные шансы, если бы он сразу пришел ко мне. Но, и вот мы с ним 45 минут, и я его готовила. Он пошел, получил отказ, мне звонит и говорит. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, это вот ваша недоработка. Вот у меня была каша такая в голове, когда я пришел на интервью. Я там про свою работу рассказал хорошо, а когда мне задали вопрос, почему ты получил отказ в первый раз, я не смог ничего сказать. Вы бы сделали в таком режиме вопрос, как я бы говорил, и ответ. И чтобы вот так вот с клиентом. Я бы все выучил. Да, я ему говорю, ну вы же взрослый человек, вам же не 15-16 лет. Мы с вами разговаривали в 45 минут, обсудили все возможные варианты. И неужели вы, взрослый человек, не можете пойти и ответить на какой-то там вопрос консула нормально. Почему отказали? Да, и мы это обсуждали. Это же не я отказал, я бы дал с первого раза. Ну да, ну так и мы это обсуждали, просто вопрос был немного по-другому. Но я говорю, если человек не нашел, то что... Это вот опять же ответ на вопрос вот этого человека. Зачем люди обращаются в агентство? Потому что самостоятельно люди делают одни и те же ошибки постоянно. Хорошо, если человек получил визу. У меня есть видео некоторое, где там что-то объясняют. Например, как отвечать на вопрос, там, расскажите о себе. Ну и там, я же концептуально, я должен объяснить, о чем вопрос. И как, куда не изобрести, чтобы не проколоться, как бы, концептуально. А люди все разные, по-разному расскажут. И вот там, иногда бывает, нечасто, она там говорит, ну надо же, 15 минут говорил, так и не ответил на вопрос. Ну да. Он же ответа хочет. Да, да, да. Миллионы людей, миллионы людей, значит, там, в течение месяца, там, делают поиск, там, tell me about yourself, интервью, Christian, там, где-то на гугле, в ютюбе и так далее. Так, они думают, ответ взять и вот с ним пойти. Ну да, если бы так все было просто. Поэтому в агентство люди обращаются те, которые действительно, если ты можешь пересмотреть кучу видео, перечитать информацию, перелопатить это все, подготовиться, пойти и сделать все, слава Богу, ради Бога успеха. Но есть люди, которым, у них нет времени, либо все хотят переложить ответственность. По большей части ко мне, а не к нам, людям, кто вот работает в этом, обращаются те, хотят взять в себя ответственность, возложить ее на нас. И они считают, более комфортно себя чувствуют, более уверенно, когда они разговаривают со мной, да, я там вам говорю, делайте вот так, делайте вот так, делайте вот так, делайте вот так, все будет хорошо, идете, получайте вид. Вот, я тут, ну, психологически легче. У нас то же самое происходит, вот тут одна женщина, пакистанка, я так и не знаю, училась у нас или нет, но она, имени такого у нас нет там, но это не важно. В общем, она написала там где-то, что она пришла в таком эксайтменте, вот, но когда она начала учиться, и до нее дошло, что то, что мы преподаем, можно бесплатно найти в интернете. Она разочаровалась. Она разочаровалась, да, я так понял, что учиться перестала там вот так, но дело не в этом, дело в том, что, к чему я говорю, что, ну да, можно найти в интернете, иди найди. Я больше того говорю, я видео беру в классе, я их снимаю, я их вешаю. Вы даете возможность людям, которые не хотят или не могут прийти сюда учить все у вас? Да, я бы понял, что, ну посмотри, ну я только за, зачем, нам-то зачем человек, который сам может? Конечно, и вам проще, и у человека удобнее дома заниматься. На одного, который может сам, есть еще сотни, которые сами не могут, поэтому. Все люди разные, да, поэтому есть действительно там ответили, есть товар, как говорится, есть купец, есть спрос, есть предложение. Ну что, друзья, давайте мы сделаем вот что, значит, мы Татьяну поблагодарим, вопросы, вы же можете там посматривать, да, что спрашиваете? Ну да, конечно. Вопросы можете задавать в комментариях. Или я могу, например, наверное, даже лучше сделать вебинары, которые вопросы будут там, также в режиме просто без видео. Приходите на вебинары. Без видео, в режиме аудио. Значит, мы дадим там страничку, я дам ссылочку, и что еще сказать, мы можем, есть такой вот вопрос, мы сейчас делаем иногда прямую трансляцию, то есть что получается, вот мы сейчас сидим разговариваем, а можно было бы сидеть разговаривать, это шло бы прямо вот туда, бродкаст шел бы на YouTube, и было бы сколько-то людей, которые смотрели бы живьем. Ну так же, как и вебинар, только видео, получается, да? Да, вот, да, вот идет туда, и мы одновременно видим все их вопросы, и мы как бы так вот живьем. Интерактивно. Можно сказать, что как вебинар, да. Но единственное, что оно тут же превращается в видео и висит там. Ну да, да, да. Вот, поэтому, хотите такую штуку? Да, давайте. То есть можем тогда, ну давайте какую-то паузу мы такую возьмем, а дальше я объявлю, что у нас будет человек в костях. Вот, тоже мы собираем вопросы, и знаешь, как мы делаем? Значит, у нас идет три источника вопросов, четыре. Четыре. Значит, есть люди, которые хотят прямо прийти сюда в офис. Да, они хотят прямо тут спросить. Личная встреча. Личная встреча. Значит, есть люди, которые прямо тут сидят. Есть люди, которые в YouTube пишут. Есть люди, которые пишут в перископе, потому что мы отдельно еще камеру ставим, чтобы в перископ шло, там с мобилок смотрели. И есть вопросы, которые заранее задаются. Значит, мы их распечатываем. И вот так. И мы там чередуем вот эти вопросы. Обычно из зала, может быть, там три-четыре вопроса. Много нет. Так что, вот такая вот веселуха. И мы уже пару раз так делали. А вот, а знаешь, Светлану Карф есть, инвегуляционный адвокат. Я нет, не знаю, слышала. Слышала, да, да. Вот мы с ней, она замечательно так совершенно ведет разговор. Вот мы с ней уже несколько раз так делали прямую линию. И, в общем-то, там прилично народу собирается. Там и по 500 человек одновременно. Так что, так что, все, друзья, значит, мы тогда так предварительно наметочку сделали. Анонсировали. Я знаешь, что думаю? Может быть, может быть, как вот к первому октября, когда начнется подача заявок на лотерею. Ну да, но я же могу быть в другом месте, правильно? Мы можем это делать. Мы можем откуда угодно. Можем откуда угодно. Без проблем. Да, ну, в онлайн, единственное, что мы видео в онлайн не сделаем, но мы можем записать разговор тогда в скайпе там где-нибудь. Значит, и я думаю, что появятся вопросы по заполнению анкет, может быть, там еще что-то. Вот мы можем на эту тему. Может быть, не первого октября, а там, допустим, третьего, четвертого. Что-нибудь такое. Я буду как раз в Москве, поэтому... Ну, отлично, запишем из Москвы. Да, да. Все, друзья, значит, так, с букетиком. Катя, еще раз спасибо. Да, Катя, и тут еще, давайте мы покажем, тут еще какой-то подарок. Тут был мы сейчас его покажем. Вот, друзья, такие шикарные подарки. Шикарные подарки какие-то. Я не знаю, что это. Ну, это серебро, видите. Ну да, это что-то, куда же это вешается? Ну, это серьги и... А, это серьги? А, есть серьги. Серьги и брелочек. Брелочек, да. И брелочек, все, отлично. Мне очень нравится, угадали. Все, друзья, значит... Да, шлите конфеты. Да, поскольку циркония вы не можете поднести, то вы тогда ставьте лайки под этим видео. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok